Павел Николаевич, вот у нас здесь в Ленинском районе очень много скандалов, связанных с вывозом мусора из Москвы. И, как выясняется, страдает от этого в том числе и совхоз имени Ленина, ЗАО, и где-то на полях тоже бывают. А кто сказал, что из Москвы? Вот мы провели анализ того, что происходило, например, в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Одна машина, а у нас везде стоят видеокамеры. Только вот номер мы не смогли определить. Одна машина на протяжении всей ночи возила мусор. Причем с разницей, то есть каждый рейс 40-50 минут. То есть означает, что где-то рядом находится. Скорее всего, это развилка. И, скорее всего, это то место, где сейчас строят якобы дорогу. Но на самом деле заодно там сломали огромное количество объектов, временно возведенных. И вот этот мусор, судя по тому, что мы видим, весь попал сюда. И поэтому это не Москва никакая. И если бы милиция захотела, они бы сразу определили. Потому что камеры, стоящие на Кашинском шоссе, они фиксируют не только, как мы фиксируем машину. И мы марку машины, как она расцвечена, знаем. А еще и то, что этот номер можно увидеть и сразу найти. А во что это обходит с совхозом? Ну, ежегодно мы вывозим 40-50 машин с полей. И даже если мы все поставили уже везде заборы, и все равно они находят такие места, как вот в этом году в Кювет свалили 7 машин, а потом сломали ворота водозабора, и еще 20 машин туда свалили. На охраняемую территорию, фактически водозабора, охраняемую в смысле забором ограниченную. Завезли, и ясно, что это местные, это никакие не москвичи. Ясно, что это как раз безобразие, которое в Ленинском районе творится, в том числе с попутилищества районной администрации, городской уже, Ленинского городского округа. Потому что они прекрасно знают, кто это и как это. Это легко найти. И если бы полиция и районные власти хотели, они бы давно уже прекратили все это. А они сами являются, так сказать, интересантами. Мы же видим, как заваливали с помощью администрации, в том числе, овраги мусором. Как они, у нас был такой эпизод на развилке, на дорогу, которая была несанкционирована. Завезли огромное количество мусора, и тогда еще, по-моему, Комардина была такая, руководитель районной администрации, поселковой развилковской администрации. Она обещала все это вывезти, но вывез это все совхозом. Мы тогда заплатили 300 с чем-то тысяч за вывоз этого мусора. Сейчас вот первые 7-8 машин, которые мы вывезли, уже обошлись совхозу 150 тысяч. Потому что мусор увозить сейчас очень дорого. Но мы же не можем, они свалили все в кювет. И если сейчас начнутся интенсивные таяния, то, естественно, поля покроются водой. Потому что именно через этот кювет уходит вода, ну, скажем так, по водоотводам дальше в Москву. Поэтому мы вынуждены были в срочном порядке вывезти весь этот мусор, по крайней мере, первую часть. Ну, и где-то минус 1400 мы, наверное, потратим денег совхоза для того, чтобы вот это все локализовать. Вообще ситуация с мусором в Московской области, она, конечно, катастрофичная. Потому что огромная, вот я когда в субботу ехал в Видное, увидел машины, наверное, два состоят в такой, на въезде в Видное, стоят в такой очереди. Перед ними стоит, кстати, очень похожая на ту машину, которая сопровождала вот этого нашего, наших хулиганов, которые нам завозили. Точно такая же машина стояла перед ним. То есть это сопровождение обязательно есть. И у нас был случай в прошлом году, когда ГИБДД еще сопровождает. Ну, или там полиция. То есть полиция сама крешует этих вот людей. Мы видели, мы от них поймали. Подъехала полиция, наших арестовали, а машины отпустили. Они пытались на поле тоже вывалить в районе Картино мусора. Поэтому, к сожалению, такой очень доходный для некоторых бизнес. Они берут деньги с каких-то компаний, завозят мусор, везут это к нам. К нам вываливают. Мы потом вынуждены платить большие деньги. Но если не вывозишь, то тогда штраф за это тоже предполагается. Нет, штраф предполагается, но ведь главное другое. Мы же не можем оставить, например, водозабор или кювет с мусором. Наша территория, наша ответственность. Нас пытаются штрафовать, мы пытаемся судиться, доказывать, что мы вообще мусор не производим. Второй проблемой, которая тоже есть, она существенная, это не вывоз мусора из деревень и садовых товариществ. Ну и там ТЛПХ, так называемых, элитизов. Они пытаются все время вывалить этот мусор на край своего ТЛПХ, садового товарищества. А этот край это как раз поле. У нас вообще такая традиция выкинуть через забор, и тогда сосед должен все убрать. Вот мы от этого тоже очень страдаем. Но поскольку районная администрация не организовывает места вывоза мусора, то, естественно, люди скидывают в кучи. Эти кучи разлетаются, в том числе и попадают на поля. Ну и мы потом всю весну занимаемся вывозом вот этого добра. Еще 50 машин в прошлом году, а в этом году даже уже не знаю сколько, потому что вся эта реформа мусорная привела к ухудшению ситуации. Это видно. Платить за мусор приходится много, а результат вот такой. Мы сейчас пытаемся, написали все эти заявления в административно-технический надзор, в районную администрацию, сейчас вот в полицию написали, потому что у нас есть данные, когда машина приезжала, можно легко отследить и найти виновников, найти место погрузки, хотя оно вот прям здесь где-то рядом. Потому что за 40 минут раз вывалить, поехать нагрузиться, вернуться обратно, это может только в ближайшей территории. Это никакая не Москва. Шансы есть, что найдут? Ну, слушайте, если захотели власти, они в две минуты вас найдут, если вы, например, выйдете с плакатом куда-нибудь и встанете в одиночный пикет. Даже если вас в этот момент не определяют, по системе видеофиксации найдут все, и вашу машину, и вас лично. Вот заинтересованность, к сожалению, вы знаете, как я тут приводил пример, когда у нас на одном из домов стоял такой шар КПРФ, сюда приехало огромное количество полицейских. А когда вызывали, когда там семейный конфликт был, ну, там, с применением в том числе, пугали женщину, они вообще не приехали. Потому что для них главное что? Политика вот когда, опять же, если с плакатом вы едете, это одна ситуация, а если вот туда будут мусор выкидывать или еще что-то делать противоправное, вы не найдете полицейских.